22.08.2024 год. Вы с Олегом Соскиным на Большем Канале. Смотрите, там сделал уже ряд вам сегодня материалов. Ситуация обостряется. Сейчас сделал тоже материал про то, где же все-таки родилась Камала Харрис на Ямайке или в Калифорнии. И имели ли ее родители в октябре 1964 года, когда она родилась, гражданство США. Будучи, собственно, гражданами отец Ямайки, Амат-Индии. Такие интересные процессы происходят. Нашли какой-то сертификат в ямайской больнице, там, где жил ее отец, что якобы она там родилась на Ямайке. А тогда она не может быть президентом, и вице-президентом не могла так быть. Ну, во всяком случае, есть там проблемы. Ну, а может нет. Посмотрим. Все равно знать надо, правильно? Это важно для Украины, тем более ситуация в своих штатах Америки. Ну, а теперь давайте про Украину. Итак, Зеленский помчался в Сумы. И там, в Сумской области, встречался Сирский. Сирский практически полностью, как выглядит, находится все время там, на переднем крае, там, где идут бои в украинской армии, ведет украинская армия бои в Курской области. Мы имеем сегодня 22-е. 6-го началось вторжение, заход украинских войск, подразделений в материковую Россию. Получается, это уже сколько у нас там, ну, 16-е, 10 дней, например. Ну, где-то 16, еще нет. 27,3, 21. Это 16 плюс 21, это где-то аж 27-го числа только будет. Вот, три недели. Ну, по-любому, где-то уже больше двух недель, уже две с половиной недели, да и так можно сказать. Не две, ну, третья неделя пошла, скажем так. И не зря, видимо, туда помчался этот Зеленский. Почему? Потому что практически уже продвижение украинских вооруженных подразделений в Курской области, по сути, остановилось. То есть, его дальнейшего продвижения не видно. И заявил там Сирский, что взят еще один населенный пункт, ну, село какое-то там или как. Но, самое главное, Коренева не взято. Вот это, как там называлось, Гудкова, да, или как оно, не взято. То есть, по сути, как бы происходит какая-то остановка. Ну, и, естественно, для Зеленского это тяжелейшая ситуация. И он заявил, вот это он встречается с этими своими подопечными, сирскими. Главой, это начальник, начальник теперь областной военной администрации, доповів про ситуацию на Сумщине. Після початку курських операций спостерігається зменшення обстрілів зіствольной зброї та зменшення жертв сара цивільних. Ну, і Зеленський говорить, що головком доповів прооперативну обстановку в усіх районах активних дій. Это называется активний дій, де гибнут каждый день украинские мальчики наши золотые и становятся інвалідами. Это у Зеленського активний дій. Как будто точно, как оловянные солдатчики. Парень вообще скривался от армии, не служил в регулярной армии, не пошел на срочную службу. Теперь он руководит военными операциями. А в солдатике играет, когда гибнут і становятся інвалідами вже сотні тисяч українців. Это безумие. Повідомив про кроки з посилення оборони на Турецькому та Покровському напрягах. У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт маємо поповнення обмінного фонду. Обмінного фонду. Такие странные вещи. То, що треба було заходити, щоб обмінний фонд м'ять, а там нельзя було м'ять в другому місці. Для цього треба було в Курську область заходити. Це ж ідиотизм, извините за выраження. Вот це його висказування Зеленського, вони якісь абсолютно странно некомпетентні. Річ идет о чем? Що нет продвижения більше. Ну, понятно, Сирський не буде рисковати. У нього, значить, є... Почему нет продвижения? Потому що він не хоче сам в мешок попасть, а у нього нет, значить, больших дополнительних сил, щоб наступати. То есть, це висказування, що найбільшими силами вошли в Курську область, але правильно. А даже не можуть продвинуться все-таки к этой Е-38-й дороги, щоб там взяти какой-то, или Рыльск взяти, или там взяти этот Льгоф. Уже про Льгоф вообще не говорят. Не говоря уже о том, щоб нанести удары по Курской атомной станції. Зеленському запретили его хозяевам. То есть, не дають ему наносить удары. Он бы, может быть, и нанес бы беспилотниками, но ему запретили. А если он не берет Курскую атомную станцию, то по всем канонам жанра, главному правителю Путину Российской Федерации, а это как империя, да, хоть она не большая, но империя, ему это вообще как бы абсолютно фиолетово, равнобедренно, что украинцы напали на Курскую область. Он это как бы не замечает, он считает, что это небольшая вообще утрата, и вообще это все несерьезно. Так все делают императоры, цари, короли, герцоги, верховные правители. Они вообще презирают народ как таковой. И Зеленский презирает, и Путин презирает своих граждан. Он и не поехал в Курс. Он говорит, ну там террористическая операция, что я туда буду ехать? Да, если бы взяли сейчас вооруженные силы Украины, какой-то из городов, вот, и, например, взяли бы окончательно котел сделали там, где Сейм, и отрезали эту группировку там. Ну, видимо, не могут отрезать до конца. Нет сил. Или умения, или знания, или счастья, или божьего промысла нет на это все. Но, смотрите, как только начали воевать с этой УПЦ, опять сразу ухудшилась вся ситуация. Это было так как-то весело, так напористо. А тут раз объявили запрет УПЦ, преследование. В суд вызвали этого самого, как его, Павла этого, Петра Лебедя. Ему там стало плохо, его забрали в больницу, видимо, может, даже в реанимацию положили. И все. И все застопорилось. Более того, как приняли по УПЦ, ну, вот, как хотите, так и можно сказать, что это все, типа, совпадение. А можно сказать, что это просто символические знаки. Тут же тебе в Тернопольскую привлетело, под Тернополь, попали в нефтесклад с нефтепродуктами, еще какие-то специфические. Выделился хлор, выделил, в общем, какое-то очень вредное все. Пошло на Львов, на Галычину. Тут скандал с этим главой Львовской обладминистрации Казицким, что он работает, оказывается, с этим Чехом, который работает с структурами Путина и Димы Медведева, с Газпромом. В общем, оказывается, Казицкий и его семья там, так сказать, очень знатно туда, типа, встроены. Это огромный скандал для Галычины, конечно. Тем более, Казицкий так критиковал этого самого Труханова, что он там улицы не хочет менять или еще что-то, названия какие-то. А тут на тебе, вот, сам он встроен в эту пирамиду, причем очень давно, по газу и по этим всем добычам и так далее. Ну и там идет процесс проверки информации, но информация очень плохая для Казицких. В принципе, Зеленский уже должен был бы его временно отстранить от обязанностей, но Зеленский его не отстраняет. Видимо, Казицкие передавали соответствующий процент, делились с властью туда, передавали на высшие эти щабли и владные пирамиды. Но передавали хорошо, я думаю, минимум 60% передавали. Я же думаю, меньше они не работают, чем на 60%, может, даже на 2 трети работают. Чтобы те, которые бизнесом занимаются, максимум 1 третий мере. Наверное, аж так. Вот. Поэтому и тут скандал колоссальной мощи. Но это еще не все. Разворачиваются события, вот это связанные. Тут же пошел Зеленский, дал команду наступать на Брянскую область, на Климово. Пустили туда ДРГ, она ничего, к сожалению, не смогла сделать. Сколько было человек, то ли 20, то ли 200, никто не говорит. Вот. Богомаз, губернатор этой области, его жена первое место по деньгам занимает среди 10 губернаторов. То есть она очень богатая, а Богомаз через нее что-то работает. Такое лицо у него. Посмотрите. Там физиономия счета. Вот. Он говорит, отбили, выкинули, понесли потери украинцы. Ну, выкинули, не выкинули, но отбили. А там с той стороны как раз идет дорога на Городню. А с Городню там же на Киев идет. Там же рукой подать до Киева от этого. Там такой карман тоже есть в районе Климово. Ну, и на Семеновку дорога идет. То есть тоже там 200 с чем-то километров. То есть до Киева. Короче, ситуация очень такая сложная. А вдруг пойдут туда войска или пойдут совместные контингент. Там как раз граница Брянской и Белорусской. Одной из белорусских областей. Гомерской, кажется. Дальше Могилев. То есть получается, что Зеленский работает на упреждение. Но вместе с тем там есть большие силы. И сейчас будет важно понять, отобьют, замкнут кольцо или нет. Я думаю, это сейчас очень важно для Сирского. То есть он понимает, что поскольку у него силы наступления чрезвычайно ограничены, ему надо утвердиться в этом плацдарме. И надо занять плацдарм с этими, которые придерживаются Российской Федерации. Вот эти там 3000 или сколько. Поэтому логично, что пока он не уничтожит этот котел, если он уже полностью закрыт. А Сирский, то он дальше не пойдет. Он должен это, видимо, согласовать с этим же всем руководством, в том числе с Зеленским. А раз не пойдут дальше, потому что надо чистить котел, тогда уже Путин подбрасывает силы. И ездил же на Кавказ, все, видно, что там договорился с этим Рамзаном-Померзаном. Ну и будет давать, видимо, добавочные сейчас подразделения, чтобы выбить Зеленского и его военные подразделения с этого направления. Но чем дальше, тем это все реальность, когда есть уже украинские подразделения на материковой Российской Федерации. Она так просто уже не решается. Это уже абсолютная реальность. Вот такой бы я вам материал сделал. То есть, видим, что Зеленский уже начал грузнуть, буксует, буксует его этот зеленый мотоцикл. Ну и Путин пока тоже абсолютно еще не готов нанести удар соответствующий. Ну куда он будет бить? Он будет бить по центру принятия решений, по Киеву, правильно? Потому что это самое для него важное. Разломать киевскую ПВО. И он будет бить сильно. Вот как это произойдет. То есть, мы видим с вами обострение, жесткое обострение в отношениях между Украиной и этими ребятами с Российской Федерацией. И договориться уже вообще не о чем. То есть, это эскалация войны. И в результате кто-то должен сейчас что-то сильно проиграть. Потому что поставили как бы новую добычу на кон. Вот. Надо смотреть, анализировать. Ну давайте будем наблюдать. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok